Всем привет, с вами Прия. Время 7 утра и в принципе самое время поговорить о грядущем, а именно о том, что нас ждет в ближайшее время в Варкрафте. Ну, поговорим о репутации и в принципе поговорим о тех целях, где она может в текущий момент использоваться. С 25 по 1 число будет еженедельное событие под названием «Бонус за локальные задания». В ходе этого события выполнение локальных заданий приносит бонусную репутацию в соответствующей фракции. Абсолютно верно, у нас будет бафчик на 50% бонусной репутации. Таким образом, сделав небольшие математические махинации, можно понять, что 50% плюс 15%, которые за годовщину в текущий момент, а еще если 10% за дипломатию, пассивную способность у персонажей, людей, то это вообще суммарно получается 75%. Ну окей, если вы играете не за человека, то 65%. Это в принципе очень хороший прирост, и если вы еще балуетесь локалками, например, прокачиваете ожерелье, как-то готовитесь к 8-3, то это вообще в принципе идеально. Ну а для чего можно использовать эту репутацию? Ну, не так-то много в принципе пунктов. Первое — это полеты. То есть если у вас, например, до сих пор нет полетов, или вы недавно вернулись в игру, то в принципе самое время поделать полеты. Почему бы и нет? Такой бафчик будет весьма приятен с целью получения полетов. Далее, можно просто-напросто добить превознесение с некоторыми фракциями для того, чтобы получить у них рецепты, игрушки, питомцев. К тому же, не стоит забывать о том, что с целью того, чтобы поиграть за союзные расы, нужно добиться некоторой планки репутации у определенных фракций. Например, с целью того, чтобы поиграть за дворфов из клана Черного Железа, нужно прокачать репутацию седьмым легионом. Само собой, делая локальные задания при 65 или 75% бонусе, получить нужную планку репутации с седьмым легионом с целью игры за дворфов из клана Черного Железа будет очень легко. Также, если мы рассматриваем все глубже и глубже, то можно поделать различные дополнительные сундучки. Тем самым, уже потихоньку можно начать накапливать дополнительную репутацию с различными фракциями. Ясное дело, у каких-то фракций это сделать легче, у каких-то тяжелее. Ну вот, например, у Тарталанов у меня вообще только 3000 бонусной репутации из десяти, а у Живобольского сопротивления, хоть оно и было на ДК прокачано недавно до Превознесения, уже набрано 17770. Вы задумаетесь только, это можно получить потом силу артефакта и все такое прочее. Ну, видосик уже был сделан по 8.3, то что что стоит сделать до его выхода. Обязательно гляньте и ознакомьтесь с плейлистом, который посвящен 8.3. Также не забывайте о других ссылочках в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, приятного выполнения локалочек желаю вам. Если вам лень делать их самим, то можете делать это в группе, аддончики все есть. Также не забывайте о плейлисте по модификациям-аддонам. Берегите ноги, до скорого!